Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня понедельник, день тяжелый, 18 января. Завтра Крещение с наступающим праздником. Большим православным всех поздравляю. И сегодняшний эфир хочу посвятить двум очень громким темам, которые интересуют всех телезрителей. Они пишут, звонят, задают вопросы даже на улице. Всех телезрителей и любителей нашей программы интересует вопрос, что за встреча произошла в Калининградской области между Владиславом Сурковым и Викторией Нуланд. И все просят дать комментарий относительно Гайдаровского форума, на котором были озвучены несколько стратегических вещей, связанных, в частности, с доприватизацией отдельных государственных активов и так далее. Давайте остановимся пока на Виктории Нуланд. Ситуация на самом деле неоднозначная. Если взять и открыть все источники, все статьи и блоги, которые об этой встрече говорят, то там, в общем-то, между строк видно следующее. Государственный секретарь Соединенных Штатов Керри, который буквально 15-го числа приезжал в Москву, получается всегда ситуация, вот если взять и проанализировать, о чем говорит Керри с Лавровым или с Путиным, и что потом говорит Нулан, то возникает такое ощущение, что в самом Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки есть два противоборствующих крыла. Одно крыло непосредственно подчинено Бараку Обаме, представитель демократической партии, а второе крыло подчинено Хиллари Клинтон, представителю демократической, казалось бы, партии. Партия одна, а интересы, судя по объявленным тезисам, они совершенно разные и иногда даже диаметрально противоположные. Часто возникает ситуация, что Керри говорит в Москве, например, или в Сочи одно, а затем уже в Вашингтоне представители госдепартамента, суммируя вот эти два крыла, суммируя их мнение и интересы, они озвучивают несколько другие вещи. И вот эта непредсказуемость, нелогичность, она на самом деле объясняется очень просто. Действительно, существует два элитных клана, которые находятся у правящей партии. Один клан отражает, в общем-то, так принято сейчас называть, есть такая терминология, страновую элиту Соединенных Штатов Америки, а вторая часть – глобальную элиту, которая, в общем-то, заинтересована совсем не в том, что страновая. Вот давайте пока подробно остановимся на интересах. Страновые элиты, особенно Соединенных Штатов Америки, это люди, которые обладают определенным ресурсным люфтом на протяжении последних 25 лет. Так особенно, когда, в общем-то, двуполярный мир прекратил свое существование и мир стал однополярным. Соединенные Штаты Америки были, с точки зрения мирового управления, они действительно имели максимальную концентрацию управления. Это ровным счетом означает то, что поскольку в Соединенных Штатах находится эмиссионный центр, то страновые элиты управляли всем остальным миром. Даже Хилари Клинтон, будучи еще на посту госсекретаря, она делала такое заявление. Да мне все равно, что там Украина. Мы управляем 278 государств мира. Фактически, речь идет не только о Штатах Соединенных Штатов Америки, а обо всех странах, которые существуют на планете Земля и которые, в общем-то, являются участниками Бреттон-Вудского условно соглашения, которое, в общем-то, на простом языке означает, что любая суверенная валюта печатается под золотовалютные резервы, то есть под количество долларов или производных бумаг на территории этой страны. То есть имеется определенная финансовая зависимость. Соответственно, страновая элита, имеющая доступ к управлению другими странами, естественно, прокачивала через себя колоссальные колониальные ресурсы, то есть имитируя деньги в Вашингтоне и через финансовые инструменты выкупая ресурсы каждой страны за бесценок. Это можно проиллюстрировать очень простым примером. Если вспомнить падение, мы с вами помним, в 2008 год, кризис, 1998 год, кризис, когда простым валютным скачком Соединенные Штаты, как глобальный эмиссионный центр, может просто-напросто взять и слезать за счет ценовой разницы стоимостную маржу с любой территорией. Обеднить любое население только по курсовой разнице, вымыть все ресурсы, которые раньше стоили вот столько, а сейчас стоят вот столько, и таким вот образом ограбить весь мир только за счет того, что имитирует центральную мировую валюту. И вот получается, что страновые элиты, до конца не понимая всех раскладов глобальных, они, естественно, сражаются за то, чтобы это право за собой сохранить. И получается ситуация, что глобальные элиты, представителем которых является Барак Обама, который на самом деле решает двойственную задачу, ему нужно на очень медленном пару опустить Соединенные Штаты Америки, чтобы не обрушить глобальный мир в ядерную войну, и в то же время сбалансировать, сманеврировать таким образом, чтобы страновые элиты не пошли в разнос. А там на самом деле ситуация достаточно критическая. Вот если взять, открыть в интернете сообщение Russia Today о том, как, в каком эмоциональном фоне прошла встреча между Викторией Нуланд и Владиславом Сурковым, то все отмечают, просочилась информация, что она была очень взвинчена, она кричала чуть ли не на начале мировой войны о том, что она требует встречи с Путиным и так далее, и так далее. Но поскольку она всю жизнь, всю свою карьеру, а не будем забывать, что Виктория Нуланд и ее муж, и ее клан в Высшем Управлении Соединенных Штатов Америки причастны к массе межгосударственных преступлений. На самом деле государственный переворот на Украине, который мы с вами знаем не понаслышке, мы с вами стали гражданами Российской Федерации в результате этого государственного переворота. Так вот, этот государственный переворот управлялся и менеджерился, и Виктория Нуланд в том числе, как представителем клана Клинтонов. И вот получается, что вылетев из Вильнюса в направлении Берлина, получив, наверное, какую-то информацию из Соединенных Штатов, Виктория Нуланд потребовала посадки в аэропорту Калининграда, потребовала встречи с президентом Российской Федерации, ей было отказано. Но, тем не менее, достаточно влиятельный и очень грамотный оперативный управленец Владислав Сурков вылетел к Калининградской области и повстречался. Встреча была несколько часов, и по косвенным признакам можно судить о том, что на самом деле внутри Соединенных Штатов Америки происходят очень драматические события. Причем иногда в некоторых сообщениях рассказывается о том, что чуть ли не в рукопашную эти кланы, которые представляют два крыла демократической партии и республиканцев, как союзников одного из крыльев, чуть ли не сошлись в рукопашной схватке. То есть речь идет об отпуске Барака Обамы, который проводился на Гавайях, и о том конфликте, который там произошел. Подробностей, в общем-то, в открытой печати немного, я на этом остановлюсь, но эта встреча с Сурковым, она на самом деле не только... Понятное дело, что в открытых источниках говорится о минских соглашениях, о том, как выполнять минские соглашения. Вспоминаем, что в интервью немецкой газете Bild Владимир Путин сказал, а как можно заставлять Россию сделать то, что в минских соглашениях прописано Киеву. Соответственно, Киев, как подмандатная Хиллари Клинтон территория, но печеньки там раздавал не представитель Обамы, а представитель Хиллари Клинтон, та же Виктория Нуланд. Это, с одной стороны, это подмандатная территория Хиллари Клинтона, это Украина. С другой стороны, тот же ИГИЛ, который на самом деле, мы с вами понимаем, что это ирегулярная армия Соединенных Штатов, Но только не Соединенных Штатов как государство, а Соединенных Штатов как одного из правящих кланов, который опять же упирается в Клинтонов. И получается, что вот эти встречи, которые пошли одна за одной, сначала Грызлов летит в Киев и разговаривает с Порошенко, затем Сырков разговаривает с Нуланд. По этим косвенным признакам, не углубляясь в детали, которые нам пока что неизвестны, я думаю, что мы об этом узнаем достаточно быстро. Если не углубляться, то мир действительно находится во время, проживает такой период колоссальных перемен. Эти перемены в конечном итоге приведут к какой-то перезагрузке различных отношений. И возможно вот это напряжение, которое концентрируется на границе с Донбассом, возможно это напряжение, которое концентрируется с бактериологическим оружием, применяемым на территории Украины, баклабораториями там всякими в Харькове, в Одессе, в Херсоне и так далее. Вот это напряжение каким-то образом будет разряжено, потому что ситуация на самом деле критическая. Она критическая для народа Украины, которая не находится в неведении, что происходит, куда движутся. Эта ситуация критическая для нынешнего киевского формата власти, который представлен Порошенко и Яценюком прежде всего. И она критическая для Соединенных Штатов Америки, которые вступили в год выборов. И на самом деле для того, чтобы удержать фронты в Сирии, в Ираке, на Украине, Соединенным Штатам Америки может уже сейчас не хватать ресурсов. А они по привычке, в чем проблема страновых элит. Они-то находились под глобальным управлением, им было поручено менеджерить финансовые потоки со всего мира. А на самом деле с точки зрения качества управления это очень расслабляет. И так все хорошо, денег много. С этой точки зрения страновые элиты Соединенных Штатов Америки, даже по эмоциональному уровню, что кричала Виктория Нуланд в аэропорту Калининграда и на военно-морской базе в Чкаловске, на самом деле вот эта взвинченность и нервозность, она показывает то, что качество управленца не очень высокое. То есть страновые элиты, дойдя до предела своей карьеры, они впадают в истерику и начинают делать ошибки за ошибками, которые понижают качество управления. И в конечном итоге они, конечно, находятся не в преимущественном положении. Потому что элиты, которые жили в колониальных странах, которые управляли, маневрировали в достаточно сложных условиях, особенно после 1991 года, они просто имеют по факту больший опыт маневрирования и управления для того, чтобы достигать послабленных целей даже в более худших условиях. Вот это вот основная мысль, которую я хотел донести по итогам встречи Владислава Суркова, советника президента Российской Федерации, заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд, которая на весь мир и, в общем-то, на всю историю вошла как торговец с печеньками на Майдане, и которая, в общем-то, является олицетворением и основным исполнительным инструментом Хиллари Клинтон, как, ну, держателя акций вот этого акционерного общества Клинтоновского обкома внутри Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Что будет дальше, посмотрим. Наша программа будет следить за этими событиями. В общем-то, мы этим занимаемся каждый эфир. Но вот эти акценты, которые возникли после встречи Грызлова и Порошенко, после встречи Суркова и Нуланд, они добавляют достаточно много драматизма, который вызывает вопросы. Что происходит в Вашингтоне? Вот, собственно говоря, тут даже вопрос не, что происходит в Киеве или в Калининградской области, а что происходит в Вашингтоне. Второй вопрос, который задают телезрители, конечно, касается Гайдаровского форума. И вот здесь очень важный есть один момент, который я хочу рассказать с управленческой точки зрения. Дело в том, что все люди... Так сложилось исторически за 25 прошедших лет после распада Советского Союза, когда у народа накопилась усталость от либерального курса. И, в общем-то, даже популярность Иосифа Сталина, согласно последних опросов, за последние несколько лет она резко увеличилась. То есть у людей есть некий социальный заказ, связанный с тем, чтобы изменить экономический курс, чтобы сделать так, чтобы даже пересмотреть итоги приватизации. Как бы крамольно эта мысль не звучала, это все озвучивается. То есть вопрос справедливости, вопрос того, что строили отцы и деды, и что было за бесценок скуплено за приватизационные ваучеры, в результате чего активы великой страны были, в общем-то, включены в международную систему разделения труда и маржа, прибыль начинает выкачиваться тем или иным способом людям, не построившим ничего. Это кажется людям несправедливым. И в этом смысле сейчас возник достаточно большой эмоциональный накал, связанный со всеми заявлениями министров, членов правительства Гайдаровского форума. Тут есть одна очень важная заковыка. Нужно понимать, я сейчас скажу жесткую вещь, но с точки зрения управления, с точки зрения игры в долгую, понимания, что такое высокочастотные процессы, что такое низкочастотные процессы, нужно понимать каждому человеку, который не является чиновником, не является управленцем, не влияет на расклад сил в государстве, нужно знать свое место. Это я и к себе отношу. То есть я в данном случае хочу проговорить одну стратагему, очень управленческую, которую нужно знать всем людям. Дело в том, что когда, например, в 1937 году произошла знаменитая чистка, и Ежова сместили по секретному докладу Берии, который был заместителем почти целый 37-й, ну, остаток 37-го и почти весь 1938-й год, и после этого произошла чистка, в результате которой весь народ Советского Союза, в общем-то, получил стопроцентное доверие к власти, это делалось на верхнем этаже управления. Люди снизу, они, конечно, писали письма, они делали обращения, но в целом доступа к управлению люди на земле они не имеют. Это, ну, это реалия, это как солнце светит, воздух дует, но людей можно поднагревать, можно занаряжать для того, чтобы создавать очаги нестабильности, понижать устойчивость управления, и в этом смысле что бы ни происходило на верхнем этаже, а там тоже существуют, получается, две группы, которые имеют определенный консенсус, имеют определенный баланс интересов и определенные договоренности, причем не только с точки зрения этих групп в Москве, а еще и с точки зрения глобальных элит, которые тоже, безусловно, управляют всеми странами включительно. Вот если понимать весь этот расклад, то тогда все вбросы со стороны, например, очень эмоциональных блогеров, которые сейчас просто исходят статьями о том, что нужно срочно менять кабинет, что нужно всех либералов там к ногтю, что нужно устроить новый 37-й год, цель этих обращений, на самом деле, она идет не на верхний этаж управления, а она возбуждает людей внизу, люди внизу, не понимая всех раскладов управления, не понимая вообще, как делаются такие вещи, и самое главное, у людей-то есть ощущение, что все можно сделать одним указом, одним распоряжением. То есть очень высокочастотные процессы у людей в голове. Образ, картинка мира заключается в том, ну, люди, которые никогда ничем не управляли, они считают, что они зайдут в кабинет, сядут в кресло, напишут одно распоряжение, и сразу мир изменится. Тут не тут-то было. Получается, что смена вот таких вот процессов, это очень медленный процесс, который на самом деле сопряжен еще и с существующим законодательством, которое выстраивалось 25 лет, которое очень умно построено, и поскольку это все нужно делать плавно, то мое предложение заключается в следующем. Если вы увидите какие-либо статьи, либо какие-либо обращения к гражданам, связанные с тем, что нужно вот срочно выйти на улицу, создать какую-то манифестацию, чтобы сменить что-то, чтобы кого-то там уволить, либо сделать какое-то резкое движение, не согласованное с верхним этажом управления, то я предлагаю всем внутри себя посылать очень далеко и понимать, что управление все равно происходит на верхнем этаже, не здесь. Подмена и подлянка заключается в том, что люди, вбрасывающие такие действительно имеющие место конфликтные отношения между различными группами во власти, они на самом деле преследуют не вопрос сохранения устойчивости управления Российской Федерацией, они преследуют задачу сейчас, и это Клинтоновский клан в Вашингтоне, собственно говоря, на это денег и заносит, они преследуют задачу понизить устойчивость управления Российской Федерацией, особенно при помощи населения, которое в той или иной форме может выйти там туда-то, либо туда-то, чтобы что-то там рассказать. Это и есть, собственно говоря, спецоперация, которую в любом случае можно организовать, использовать и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому все люди, которые хотя бы чуть-чуть внутри себя понимают, что можно быть ведомым, а можно быть ведущим, а можно быть нейтральным, должны понимать, что либо вы понимаете вот эти все расклады, и вы доверяете Верховному Главнокомандующему, который, безусловно, все эти комбинации держит в голове, и не он один, и они выстраивают достаточно длительную стратегию маневрирования для того, чтобы сохранить корабль Российской Федерации устойчивым, для того, чтобы на верхнем этаже управления сохранился консенсус, который существовал на протяжении 25 лет, для того, чтобы все, что касается эмиссии доллара в мире, которая, собственно говоря, лимитирует все события, определяет все события сегодняшнего дня, чтобы случилось определенное событие на глобальном уровне, и то обрушение экономик западных стран, которое, в общем-то, уже никем не оспаривается, и все к нему готовятся. Уже банк Шотландии пишет всякие рекомендации для инвесторов, что нужно все продавать. Уже, в общем-то, в Германии происходят события, которые не только связаны с мигрантами, но связаны с экономикой, связаны с эмиссией евро, и так далее, и так далее. Наша задача сегодня, прежде всего, сохранить устойчивость управления Российской Федерацией. Это государство для нас критически, сакрально важно. Оно является удерживающим для всего мира. И никто не назовет умным гражданина Российской Федерации, который, начитавшись в интернете всяких эмоциональных постов о том, что власти, цена на нефть упала, что играют против своего народа и так далее. Комбинация, на самом деле, чрезвычайно сложная. Мы проходим буквально по кромке пропасти с точки зрения того, что можно мир обрушить в конфликт европейский вот так вот, как с добрым утром. И в связи с этим, если взять общество Российской Федерации и представить в виде человека. Человек же, он же не везде органы однородные. Есть голова, есть руки, есть ноги. Руки работают, ноги ездят, а желудок там переваривает. А есть голова, которая думает, управляет и планирует. Так вот, у нас есть голова, которая находится в Кремле. Одна из голов, предположим. Которая, в общем-то, все эти расклады понимает. И поскольку мы с вами на земле всего не знаем, всех раскладов не понимаем, всех водных даже близко не нюхали, то, соответственно, нужно отпустить эту ситуацию и, во всяком случае, не участвовать в делах возбудителей спокойствия, которые пытаются рассказать, что все очень плохо, все очень пропало, что Россия там пропащая страна. Особенно, если вы увидите, что в тексте есть куча оскорблений и на страну, там, Рашка и так далее. Когда начинают людей во власти или там на земле оскорблять и так далее, сразу зачеркивайте этого писаку красным карандашом и забывайте о нем. Потому что эти люди получили деньги для того, чтобы понизить устойчивость управления Российской Федерацией. В общем-то, это чистая информационная война. Вот как она есть. Не дать, не взять. И с этой точки зрения очень важно вообще научиться, ну, знаете, такой стратегии поведения в социальных сетях. Очень многие люди обращаются с вопросами, связанными с тем, как вести диалог со своими родственниками, друзьями на Украине. Мы с вами это обсуждаем на протяжении почти двух лет. И, по большому счету, вот эта стратегема, связанная с тем, как относиться к перипетиям движений во власти, Гайдаровский форум, там, заявление президента. Мы все прекрасно понимаем на подсознании, но не проговариваем словами, потому что не знаем всех раскладов. И в то же время вот этот верхний этаж управления, мы переносим эти же стратегемы на общение с украинцами, которыми мы имеем прямой контакт. Это наши родственники, наши сослуживцы, знакомые. Это люди, с которыми мы прожили вместе в одной стране, ну, 60 лет на секундочку. Имеется в виду после развала Союза почти 25 лет. И у нас есть прямой контакт. И возникает ситуация, что мы понимаем, что люди там находятся под определенным медийным экспериментом. Они не дышат этим воздухом, который, например, в Крыму. Чистый, русский, многонациональный воздух, когда люди, в общем-то, им не надо рассказывать, что такое хорошо и что такое плохо. Там при помощи телеканалов, при помощи персон влияния, при помощи тех же ток-шоу создается определенное информационное пространство, в котором люди считают нас врагами и так далее. И вот здесь тоже возникает ситуация в диалогах, в личке, когда мы начинаем обсуждать те или иные события, возникает спор лоб в лоб. И люди спрашивают, как со своими родственниками общаться. На самом деле, первый принцип, который нужно держать в голове, это низкочастотные и высокочастотные процессы. Если людям меняли сознание и картину мира на протяжении двух лет, ну, первые полтора года активно, сейчас уже меньше, потому что экономическая ситуация, безусловно, сказывается, то вы никогда за один разговор ничего не поменяете в картине будущего. Вы можете только посеять зерна сомнения, и ни в коем случае давить человека не надо. Человек – это такое существо, которое само всегда додумывает, что ему делать и как ему быть. Люди очень мало учатся на чужом опыте, и всегда, собственно говоря, смысл жизни, если люди приходят в этот мир, это прожить на своем опыте различные события этой жизни, выработать для себя какие-то выводы, уроки и двигаться дальше. Наша задача ни в коем случае не додавливать, не убеждать, не агитировать, не вербовать. То есть не надо доказывать, что здесь там рай, а там ад. По большому счету мир-то, в общем-то, здесь действительно легче жить. Вот даже при всех вводных здесь, на территории Российской Федерации, жить легче. Ресурсная обеспеченность выше на порядок. Это даже к бабке не ходи. Но даже этот тезис вот так вот в лоб передавать, в общем-то, иногда, в общем-то, бессмысленно. Люди его не воспринимают, они вот видят свой образ будущего и считают, что мы там врём, обманываем и так далее. Просто на фактах. И вот здесь я хочу снова предложить всем вернуться к нашей технологии, которая называется «От сердца к сердцу, от человека к человеку». Всё, что официально говорится на телеэкранах российских и украинских, это понятно. Это, ну, как бы такая информационная борьба, которая ведётся даже не скорее не за души людей по ту сторону границы, а за своих. То есть люди сверяют все тезисы, которые зашиты в свою флешку, насколько они так же рассуждают. И вот эта технология, когда мы с вами в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке, в Одноклассниках начинаем общаться с людьми с той стороны, ни в коем случае не давить, не агитировать, а только фактами по ценам, по раскладам, по отношению к людям, по возможности свободно дышать и не бояться того-того-того, сеять зёрна, связанные с тем, что всё равно рано или поздно на Украине бандеровский проект будет завершён. Этот государственный переворот прекратится, люди всё равно вернутся в русский мир, потому что эта земля полита таким количеством многонациональной русской крови, что отдавать её американцам того или иного клана никто нас не назовёт людьми, понимающими родовые задачи. В эфире была «Информационная война». Встретимся с вами в среду. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова